Хлебный ящик Мне нравится делать нам добро и посылать нам намного больше, чем мы его просим, сказала она, немного подумав, а потом добавила. Я расскажу вам о том, как Бог дал нам пищу, когда у нас не осталось ни крошки хлеба. Когда я была маленькой, мой папа со всей нашей семьей переехал на новое место. Там люди оплачивали труд служителя продуктами, потому что им было очень трудно сразу наладить свое хозяйство. В те дни освоения новых земель Америки очень непросто было пережить зиму. Иногда весь урожай погибал от засухи, иногда ливни смывали только что посеянное зерно. Одним словом, трудностей поселенцам хватало. Папа тогда должен был принять участие в христианской конференции. На эту поездку уходили все деньги. В доме не оставалось ни цента, чтобы маме можно было спокойно позаботиться о детях в его отсутствии. Местные жители не заплатили обещанного, поэтому папа говорил, что не оставит маму вот так, без ничего и не поедет. Но мама, женщина веры, просила его смело отправляться в путь. Все нужное даст нам Бог. В этом она была убеждена. У нас было немного картошки, несколько банок фруктовых консерв, чуточку кукурузного зерна, соль и сахар. Но главное, в ящике совсем не осталось муки. Для мамы было абсолютно немысленно покупать что-либо, если она не имела денег за это заплатить. Она просто не желала влезать в долги. Ах да, я забыла, когда папа уехал, у нас еще оставалась одна буханка хлеба. Конечно, скоро она кончилась, но мама заверила нас, Бог знает о нуждах и трудностях своих детей. Он знает, что у нас нет муки, и поэтому мы не должны волноваться. Вместе с нами она склонилась на колени и попросила Небесного Отца послать нам мешок муки. Она вознесла к Небесному Отцу свою просьбу, а затем достала старинную миску, в которой месило тесто. В ней она развела дрожжи в теплой воде, чтобы получилась закваска. А потом сказала, вот, дети, я сделала все, что могла, а Бог сделает все остальное. Мы легли спать, веря, что Бог пошлет нам мешок муки. Каждый из нас по-разному себе представлял, как и кого Он изберет, чтобы доставить ее нам. Но мы твердо верили, к завтраку мука будет у нас. Утром мама подняла крышку и показала, как спенилась ее закваска. Мы сели завтракать. У нас была картошка, приправленная солью. А потом мама снова склонилась на колени у пустого ящика для муки и поблагодарила Бога за обещание, что его детям никогда не придется нищестовать, прося хлеб. Ящик для муки был по-прежнему пуст, но мама пела гимн вере. Чисто и радостно возносился ее голос. О, вера, которая не дрогнет, когда кругом теснят ее враги. Но вдруг в ее песню воровался тоненький голосок моего братишки, стоявшего у окна и выглядывавшего на улицу. Кто-то привязывает к нашему забору лошадь. Все устремились к окну, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть. Мы ожидали увидеть человека с мешком муки, но по дороге шла женщина. И в руках у нее не было ничего. Мама пригласила гостю в дом, она вошла в комнату и села. Казалось, она чувствовала себя очень неловко. Эта женщина не была христианкой и не ходила в церковь. Но ее дочь обратилась на одном из собраний, которые вел мой папа. Мы знали, что папа и мама молятся за нее и за ее мужа, чтобы они тоже узнали Иисуса Христа. Женщина говорила о погоде и нервно перебирала в руках свой шарфик. А потом она спросила, «Можно я расскажу вам об одной очень странной вещи, случившейся со мной сегодня?» Когда я готовила завтрак, я услышала, будто какой-то голос сказал мне, «Отнеси брату Гэдсону немного муки». Я оглянулась, но на кухне кроме меня никого не было. Мне стало страшно. Потом я опять услышала этот голос, «Пойди, отнеси брату Гэдсону немного муки». «Наверное, я очень глупо выгляжу, придя к вам с таким вопросом. Скажите, вам нужна мука?» У мамы на глазах покатились слезы, когда она рассказывала этой женщине о пустом ящике для муки и о закваске, приготовленной для теста. Женщина тоже заплакала. А потом она пошла к своей телеге, и мама помогла ей внести в дом мешок муки. Мне поручили нести кусок копченого окорока, а моим младшим братику и сестренке крынку, молока и головку масла. Я просто подумала, что если всемогущий Бог приказал принести вам муки, то значит, вы, наверное, и нуждаетесь и в другом. Вот я и положила окорочок, молоко и масло. Мама, не переставая славить Бога, немедленно замесила тесто. А сердце этой женщины было так глубоко тронуто, что она тоже стала христианкой и уверовала в тот же день в нашем доме. Видя нашу нужду, она рассказала членам церкви, в которой служил папа, что им следует заплатить все, что они задолжали. К нам в дом стали приносить деньги, пищу и многое другое, так что денег у нас стало даже намного больше, чем требовалось в тот момент. Вот видишь, Говард, небесный отец, позаботился и о нас. Говард листал страницы Библии, но никак не мог найти того, что искал. Мисс Клара помогла ему открыть нужное место, в котором рассказывалось об одной вдове. Она поделилась с пророком последней лепешкой, А затем Бог сделал так, что мука в ее ящике никогда не кончалась, сколько бы из нее не выпекали хлеба. Иисус, надежда, где в середине, Вселенной жизни на земле, Который спас, святой Отец, От путь греха и жизни в зре, Он жизнь свою за них ладан, И мир небесный в сердце дам. Христос, надежда, где в середине, Христос, надежда, где в середине, И мир небесный в сердце дам. И мир небесный в сердце дам, Он свой супер и народ. И мир небесный в сердце дам. Христос, надежда, где в середине, И мир небесный в сердце дам. И мир небесный в сердце дам, Он свой супер и народ. Христос, надежда, где в сердце дам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok